Доброе утро. Меня зовут Джон Грин, и я являюсь членом Европейского сообщества гинекологической онкологии. После того, как я поблагодарю организаторов за приглашение приехать сюда, в Санкт-Петербург, это очень красивый город. Я здесь недолго пробыл, но тем не менее мне удалось очень-очень хорошо уже покататься на лодочке. Большое спасибо за приглашение. Я бы хотел показать вам несколько слайдов. Это презентация ЭСКО Европейского и также Европейского сообщества гинекологической онкологии. Спасибо большое. Я надеюсь, что те, кто не понимает по-английски, вы сможете следить за тем, что я говорю при помощи перевода. Итак, Европейское сообщество онкогинекологов. У них есть определенная миссия. Прежде всего, улучшать благополучие женщин в Европе при помощи профилактики, при помощи прекрасного медицинского обслуживания и образования. Очень важно, чтобы это общество, безусловно, опиралось на все эти разнообразные цели, потому что за последние годы мы передвинулись, сместили наши акценты от исключительно образовательной деятельности до, так скажем, вот такой многоплановой деятельности, для того, чтобы мы занимались и разнообразными программами, и клиническими исследованиями, потому что мы прекрасно понимаем, что наша деятельность должна опираться прежде всего на научные данные. Мы также работаем очень много с пациентами. Я координирую на данный момент именно эти программы. И несколько фактов еще о нас. Прежде всего, в Европе это самая ведущая некоммерческая организация, которая объединяет профессионалов в области гинекологии и предоставления медицинских услуг женщинам. Она была основана в 1983 году, 30 лет назад. На данный момент больше 1800 членов, потому что мы растем и развиваемся. У нас приблизительно 200 членов в год, не только, кстати, из европейских стран, но и из разных уголков мира. Это, в общем-то, очень молодое сообщество, приблизительно которое включает людей в среднем в 45 лет. 2400-1700 делегатов на разнообразных конференциях. У нас много, достаточно конференций и конгрессов, которые мы организовываем. Из 88 стран приезжают к нам делегаты. Это очень международная, так скажем, организация. Она не только европейская. И мы разделили наше общество в несколько сетей. На данный момент это очень такое популярное словечко, при помощи которого мы описываем подгруппы. Мы также организовали сообщество клинических исследований в области онкогинекологии. Затем это Энглд. Некоторое время уже у нас группа молодых онкогинекологов. Это очень важно, взращивать молодое поколение специалистов. И, как я уже говорил, у нас на данный момент также есть подгруппа или сеть, так скажем, организации пациентских. Это также большая международная организация. У нас есть определенные ежегодные встречи. Последняя была в Ливерпуле в 2013 году, а следующая будет в октябре этого года, 2015 в Ницце во Франции. И вы знаете, что у нас есть конференции. Конференции действительно у нас проходят на самом гребне волны научной мысли. В следующем году в Анталии, в Турции мы будем говорить прежде всего о скрининге там и о профилактике. Есть определенное количество мастер-классов, которые мы организовываем по онкогинекологии, которые прежде всего посвящены тренингу, то есть образовательной деятельности. У нас есть небольшие мастер-классы, которые организованы вокруг обсуждения определенных насущных тем. И у нас также есть национальные события, такие как вот это событие, где мы выступаем в качестве, так скажем, соорганизаторов. Еще один очень важный момент. У нас есть электронная академия. Это дистантное обучение при помощи компьютера, при помощи интернета. Это очень важно. И это то, от чего могут получить преимущества наши члены. Не все эти курсы, они развиваются, растут из года в год. У нас достаточно большое количество видео, хирургических видео, есть видеобиблиотека. Также это можно приобрести на CD. И у нас есть аккредитованные программы, лицензированные курсы. Вот так вот выглядят раздаточные материалы. Это всего лишь небольшое количество нашей активности. Это образовательные, как раз видео по хирургическим техникам в основном. И есть также учебник по онкогинекологии, который был выпущен. Это, в общем-то, издание в бумажном формате. Третье издание, третья версия уже будет в конце этого года выпущена. Она уже будет полностью электронная, кстати. Я уже говорил, что я вернусь к нашей подгруппе молодых онкогинекологов. На самом деле, как лекторы, так и студенты. Они возраста 40 лет, так что я на самом деле не являюсь частью этого сообщества. Но здесь у нас больше 580 членов по всей Европе. 35 зон представлено. В основном мы делим все наши страны на 35 зон. В каждой этой зоне есть представитель ЭНИК. И большое количество... У них события на будущее запланированы. Они очень активно работают. И я могу сказать, что все молодые онкогинекологи, конечно же, рабочие язык английский, поэтому все они говорят на английском языке. Или, по крайней мере, пишут, читают достаточно свободно. И мы очень надеемся, что вот это взаимодействие между разными европейскими странами действительно будет поддержано. И действительно будет гораздо лучше идти при помощи подобных организаций, что у нас будут совместные публикации, совместные исследования в базовой науке, в клинические исследования. И вот, как я вам сказала, это очень-очень быстрый обзор того, что делает ЭСКО. И я очень надеюсь, что мы будем еще возвращаться к этой информации. Вы будете задавать вопросы. И мы очень надеемся, что мы увидим вас на наших мероприятиях. Спасибо. Спасибо.